здравствуйте с вами Алла Дворецкова эта передача о мелочах из жизни тема нашей сегодняшней передачи где и как отдыхать ульяновцам этой зимой и в этом мне помогут Денис Ильин директор агентства по туризму ульяновской области и Марина Власова директор турагентства Денис первый вопрос у меня будет к вам расскажите где и как по статистике чаще всего отдыхают ульяновцы в зимний период ну как таковой статистики из официальных источников статистических данных места где отдыхают наши жители такой информации нет но мы собираем обычную информацию от объектов размещения объектов показа музейных комплексов по сути дела вручную муниципальные образования представляют нам данные такие собственно топ муниципальных образований или там может быть если бы по местам это говорим то топ мест это конечно же непосредственно город ульяновской объекта туристического показа который находится в пределах города ульяновска в том числе аквапарк наш достаточно известный который только за прошлый год всего принял в своих стенах порядка 220 тысяч человек по итогам прошлого года с учетом жителей города ульяновска и гостей из других регионов кроме того большое количество людей прибывает значит ходит музей истории гражданской авиации большое количество людей посещают музеи заповедника родина ленина там мы более порядка 17 музеев на этой территории кроме того объекты рекреационного назначения в зимний период особенно в каникулярный период выходные дни имеют большую популярность таких как сенгелеевские горы геопарк кундоре то есть это все территории которые очень популярны среди наших жителей жителей и других регионов которые приезжают наш регион для того чтобы провести здесь время это всевозможные глэмпинги кемпинги они по всему большом количестве представлены в нашем регионе поэтому такие объекты пользуются большой популярностью спасибо большое марина в какие регионы чаще всего ездят ульяновцы в зимний период именно поскольку каникулы например вот новогодние были школьные каникулы как правило чаще всего выезжают с детьми у нас очень любят выезжать сочи вылетать да поскольку у нас есть вылет из ульянска в сочи можно улететь даже на выходной день да там на 3-4 ночи санкт-петербург высокая популярность всегда в сезон москва москва у нас очень удобное сообщение поэтому мы отправляем до школьной группы вот на новогодние елки отправляли на школьные каникулы вообще на самом деле хочу отметить что в этом году вот в 2023 сейчас перспективу 24 вижу очень вырос спрос страны школьных групп на поездки в другие регионы города и не только на автобусах не только автобусные туры там безлежащие казань самара пенза но и более отдаленные такие как пятигорск санкт-петербург на ж.д у нас очень удобно москва очень интересные туры в калининград у нас кстати вот мы ожидаем да там сезон откроется авиасообщение с калининградом тоже есть запросы школьных групп на общение этих регионов спасибо большое денис какие виды отдыха для жителей города и области есть ульяновский и в нашей области самый распространенный это культурно-познавательный туризм но разделим вид отдыха на вид туризма вообще видов туризма достаточно много но в топ в нашем регионе это культурно-познавательный туризм событийный туризм спортивный туризм оздоровительный туризм вот в принципе вот такие вот основные да и экологический туризм экологический туризм тоже очень широко достаточно представлен в регионе что касается культурно-познавательного туризма то здесь это вполне обоснованная история потому что большое количество музеев представлен в частности в городе ульяновске в димитровграде не зря город ульяновск называют музей под открытым небом и большое количество музеев и качественных музеев большое количество экскурсоводов которые аккредитованы на сегодняшний день в нашем регионе это порядка 80 человек которые имеют официально критонную карточку экскурсовода являются профессионалами своего дела да и оказывают услуги на очень высоком уровне это ценят коллеги из других регионов когда к нам приезжает группа детей молодежи или самостоятельный лидер посещения есть какой-то определенный музей или несколько но по итогам позапрошлого года еще смогу сказать да там пока статистику прошлого года не подвели но по итогам 2022 года в топ 50 музеев по российской федерации попал наш музей заповедника руина ленина то есть вот не вели является одним из самых посещаемых музеев российской федерации по нисходящий здесь можно назвать музеи который входит в состав ленинского мирового то есть дом музея ленина хоть и находится на территории музей заповедника но не относится к непосредственно музею заповедника да то есть тоже дом музея ленина очень популярны про сейчас он реконструкции но скоро музейный комплекс откроется я думаю ближе к лету да и этот музей будет вновь принимать гостей пока не закрылся на реконструкцию ленинский мемориал этот объект был очень популярным и занимал первые строчки по своей популярности музейской гражданской авиации этот музей он вообще принципе уникальна своем роде потому что экспонатов которые находятся в этом музее их практически она аналогов и похожих таких самолетов нет нигде не в мире не в россии там есть и экземпляры которые представлены в единственном единственном экземпляре в единственном числе и на сегодняшний день на этот музей достаточно большое внимание уделяется и стороны правительства ульяновской области губернатора и недавний визит вице-премьера чернышенко до николаевича подтвердил заинтересованность федерального правительства его качественном содержании поэтому дано было поручение отремонтировать несколько самолетов вот на сегодняшний день мы видим что уже первых три самолета активно реставрируют и они эти самолеты будут в скором времени доступны для посещения людей которые не завод из активного отдыха что у нас активный отдых это тоже интересная история то есть здесь во первых все походы которые организовывают бюро путешествий либо различные агентства которые нужно обратиться что если человек хочет попутешествовать у нас это где путешествие по области или где-то возле города внутри области внутри города во первых можно отметить походы но я не буду сейчас конкретировать какие агентства этим занимаются потому что их много то есть определенного сайта у нас нет куда есть сайт визит ульяновска это сайт визитка сайт визитка нашего региона да то есть куда можно обратиться и посмотреть информацию о том в принципе какие есть ресурсы куда можно обратиться в дальнейшем для получения той или иной услуги плюс ко всему есть телеграм-канал соответствующий тоже визит ульяновска называется ул туризм ну агентство по туризму где мы выкладываем как правило новости касающиеся различных мероприятий внутри региональных да которые тоже интересны там как жителям так и соседям так и жителям других регионов и на этих сайтах естественно представлена информация о том куда можно обратиться чтобы получить ту или иную услугу что касается активного отдыха безусловно то здесь начиная от горнолыжного спорта от горнолы от любителей горнолыжных спусков это и горнолыжный комплекс венеция в центре города ульяновска и достаточно успешно работает функционирует большой качестве людей там катается плюс второй горнолыжный комплекс в ондрах находится горнолыжный комплекс ондры кроме того активно сейчас развиваются и инфраструктура в этих парках тоже развивается так называемые тюбинговые парки парки семейного отдыха в америкеском районе в курлан парке такой есть центр семейного отдыха где представлено порядка 16 горок различной сложности длины протяженности с огромным количеством интерактива с прокатом на снегоходах на хаске и так далее так далее и в общем едут туда все и ульяновска димитровград и соседние регионы плюс ко всему сейчас димитровград еще один комплекс строится тоже интересный комплекс называется шишкин парк это центральная часть димитровграда это тоже большой и большая тюбинговая несколько тюбинговых трасс большой комплекс такой семейный когда будет открыт он уже открыт он уже работает второй сезон но они с каждым годом все большее степени развивать свою инфраструктуру то есть вот прошлом году они построили хороший ресторан планируется что в течение двух ближайших лет будет построен термальный комплекс такой термальный комплекс открытый бассейн вот такой вот активность они тоже готовы предложить с точки зрения походов как какие-то активности потому что кто-то тоже определенный вид активности похода на пальцинский остров на есть то есть предлагают наши это зимой также путешествий да на лыжах либо пеший поход я либо на снегоходах перебраться от это один день все занимает несколько часов или как-то с ночевой нет это без ночевки в течение тем более в зимний период раз мы сегодня говорим о зимнем виде отдыха это на несколько часов буквально там в районе трех часов где-то занимает этот поход не считая прием пищи еще время там сколько групп человек ну как правило на такие группы набирается удобнее вернее вести группу не более чем из 10 15 человек потому что все таки переход через волгу и на эти волга даже зимний период она коварно меняется погода и она может поменяться настолько кардинальным образом что не будет не видно вокруг ничего поэтому большие группы собирать на такие походы не рекомендуется и поэтому всегда делась вот так дошли до туда дальше что на их во первых сам процесс перехода по волге практически до середины волги идет группа людей это уже как пустыне на в какой не идешь второе кто никогда ни разу не было на острове имеет шанс побывать на этом острове да если конечно там летний период наверное в большей степени интереснее да потому что если в летний период значит как мы знаем волга цветет то цветет она с какой-то одной из сторон этого острова с другой стороны обязательно всегда будет вода чистая и поэтому всегда на этом острове можно в течение лета купаться при любой зеленке а зимой вот вполне себе доступно не имея ни сне там гидроцикла ни лодки ни яхты пешком добираешься по снегу и оказываешься на вот этом необитаемом острове и предлагается людям там и и шашлык пожарить до там уже ждут конечно да конечно там даже есть стационарный глэмпинг который функционирует и есть собственник этого глэмпинг который даже при желании может с ночевой остаться можно да можно можно ну опять же здесь палатки не предназначена для ночевки в сильные морозы ну и я думаю что здесь это некая некая перспектива до развития этого глэмпинга чтобы хотя бы при нулевых максимум там при минус 5 возможности оставаться людям там потому что не электричества уже нет на острове и собственно там отапливать эти палатки тоже сложно денис вот как раз по глэмпингом есть какие-то лидеры у нас куда больше у нас ульяновцы всегда за примером айду в село тушна сенгелеевского района где у нас прекрасный глэмпинг холмы которые создали семья эйхманов антона алиси да они супруги и значит прекрасный пример глэмпинга то есть у них сейчас он активно развивается они получают федеральную поддержку мы в прошлом году им выделили средства на строительство домов но начали они вот с четырех палаток и сейчас у них там 5 стационарных уже домиков такие не стационарные в зимний период можно с ночевой туда зимний период можно с ночевой доставаться очень атмосферно красиво на фоне сенгелеевский гор с возможностью значит получение услуги спа процедур то есть там есть по комплекс одень и тоже модульный с возможностью значит заказать для себя банный чан уличный да с температурой воды которые там в зимний период до плюс 35 градусов достигает когда вокруг мороз интересно и контрастно то есть людям очень нравится и таких примеров много нас очень много на самом деле в регионе появляются таких объектов все на на вашем сайте визиту ленск можно тоже найти в том числе да в том числе там или на телеграм-канале спасибо большое марина какие популярные туры выходного дня выбирают ульяновцы и какие виды транспорта ну исходя из нашего местоположения ульяновска да конечно на выходной как правило предпочитают их казань казань самара то что недалеко три часа ехать но как правило на авто либо автобусах но как искала ранее у нас очень хорошие сейчас сообщение железнодорожные тоже с близлежащими регионами такие как нижний новгород сейчас поезд каждый день вечером садитесь а утром вы уже в нижнем и нижние очень интересная программа и тоже эта группа школьников любят посещать ну и естественно то что я сказала на самолетах потому что зимой самолеты как ни странно пользуются наибольшим спросом все-таки это считается более безопасный вид транспорта зимой летают сочи на выходные санкт-петербург москва то что рядом вот по поводу активных туров скажу что у нас много горнолыжников и среди клиентов и вообще как бы статистике сейчас их все больше и больше и у нас есть удобное сообщение через новосибирск можно улететь шерегеш то есть не только в сочи до покататься на красный поляне но и долететь до шерегеша там скомбинировать перелеты тоже в принципе на короткий период это возможно организовать такое путешествие но ждем лета у нас зимой не так много направлений перелетов до самолетов поэтому ждем летнего направления когда будет гораздо больше появится дагестан калининград минеральные воды у нас очень популярны направления минеральные воды там как экскурсионные туры так и отдых санаторно-курортные который славится очень любит наши горожане несмотря на то что у нас собой прекрасно есть санаторий ундры но как говорится те кто живут на море не купаются вот так же и мы любим отдыхать других курортах санатория спасибо денис какие сейчас существуют прямые рейсы из ульяновска и какие возможно планируются новые ну вот уже сказали о том что удобный рейс санкт-петербург удобный рейс москву это традиционные наши рейсы да такие безусловно открытые вот благодаря поддержке губернатора ульяновской области алексею юрьевича открыто такие направления как махачкала но это понятно сезонное направление летний период калининград тоже мы уже вот этим летом рейсы были совершены и планируется открытие этого рейса начала сезона туристического хотя мы понимаем что калининград вроде как он круглогодичный да такой сезон доступен но в летний период там особенно красиво потому что все таки балтика да и такое интересное направление значит екатеринбург новосибирск но новосибирск это там где начинается сибирь и действительно стоит наверное побывать если не ошибаюсь третьем по величине городе российской федерации он один из самых крупных городов считается и как вот сказал коллега очень удобный новосибирск как транспортно-пересадочный узел потому что действительно люди которые выбирают для себя горнолыжный отдых они пользуются этим направлением и очень удобно пересадку делать новосибирске дальше летать на шерегеш потому что это куда дешевле там чем красные поляне например дыхать екатеринбург на сибирск и поставлена задача алексею юрьевичем проработать вопрос возможности открытия рейсов в белоруссию денис вы расскажите что у нас сейчас происходит с туристическим кэшбэком ну там сначала все шло хорошо потом несколько начали пренебрегать эти истории стали повышать стоимость на величину кэшбэка определенные там произошли тоже действия в отношении этой ситуации но в целом механизм сработал на отлично да то есть отрасль поддержали то есть фактически это одна из мер поддержки как отрасли так и население было сейчас как мы понимаем пандемии слава богу закончилась да и внутренний туризм активно стал развиваться и без кэшбэка соответственно пока эту историю возвращать в том виде в котором она была не планируют но в прошлом году понимаете сейчас создает несколько направлений поддержки туроператоров чтобы ну как вы помните раньше был проект например моя россия когда по квоте школьники ульяновской области но и вообще в целом другие разных регионов смогли могли за счет федерального бюджета совершать путешествие по стране там по золотому кольцу например и оплачивал это государство а в прошлом году мы получили субсидии регион получил субсидии для того чтобы возмещать затраты туроператорам которые обеспечивают поездку для школьников 5-9 классов внутри своего региона то есть вот некая трансформация этого кэшбэка она уже произошла то есть мы уже возместили там затраты нашим туроператорам которые нам заявить но региональным туроператором которые состоят в соответствующем реестре да потому что нас по порядке даже определяли что только туроператор имеет право на получение субсидий и они соответственно таким образом мы вот порядка там 400 порядка 400 школьникам оказали такую услугу то есть бесплатно совершенно они смогли получить такую услугу как поездка по нашему региону с ночевкой стоимость подпутевки составляла на человека до 7 тысяч рублей соответственно туда входило питание проживание трансфер экскурсионное обслуживание школьники ульяна города ульяновска уезжали в димитровград и там ночевали отдыхали по выявили в экскурсионная программа школьники димитровграда приезжали в ульяновск денис это где-то можно отслеживать вот где люди могут отследить про этот кэшбэк опять же визит ульяновск опять же сайт телеграм-канал то есть все в принципе ресурсы там дастся но улов точка ру официальный ресурс правительства ульяновской области поэтому кэшбэк в том виде в котором он был его пока нет но он трансформируется в другой вид так называемый кэшбэк плюс ко всему и создается новая программа которая называется больше чем путешествие это тоже программа которая будет субсидироваться федеральным правительством для того чтобы те маршруты которые защитит регион смогли получить определенную федеральную поддержку вот буквально на прошлой неделе как если в средствах массовой информации обращали внимание стали победителем проекта классная страна это тоже на теме школьного туризма мы как регион стали победителем да и вот в конечном итоге пол этих маршрутов и победителей да там будет собран в единый ресурс в единый массив и они будут в последующем по крайней мере такая задумка у федерального правительства должны в последующем быть профинансированы из федерального бюджета чтобы вот эти маршруты они уже были доступны для жителей неограниченного количества регионов и были имели популярность определен спасибо марина скажите пожалуйста как поймать скидки зимой особенно в каникулы потому что всегда ценник возрастает обычно ну алла вы сами ответили на этот вопрос каникулы надо планировать заранее покупать конечно не накануне за сколько но как минимум за месяц за два за три чем раньше вы делаете эту покупку и планируете отдых тем дешевле будет цена потому что она и складывается из многих параметров и вот кстати хочу сказать по поводу туров на новогодние на новогодние школьные туры мы говорим о том что самостоятельный туризм у нас он активно развивается до наши клиенты в том числе и просто жители ульянска сами могут забронить любой отель до страны и сами сделать купить билеты и улететь те же сочи но у нас например ну на примере сочи скажу да у нас очень из ульянска летает самолет нордвинт и туроператор пегас туристик формирует турпродукт на основании это перед этого полета получается что туроператор нам предлагает сразу пакетный тур в который входит перелет из ульянска с багажом трансфер вас встречают в аэропорту везут в гостиницу проживания ну на базе завтрака или полную пансион зависит что вы выбираете и когда вы стоимость турпакета сравните с общей стоимостью отдельных этих услуг то вы сэкономите но порядка 15-20 процентов это сто процентов поэтому всегда рекомендуем прежде чем заниматься самостоятельно бронирование проверить у турагента или у туроператора до стоимость туристического продукта это всегда выгоднее и естественно это выгоднее делать за два за три месяца новый год надо делать в августе в июле то есть за годе потому что и количество мест ограничено в объектах да и цена естественно она будет чем ближе к вылету тем будут дороже билеты мы это наблюдаем да на перелетах на ж.д. когда вы покупаете заранее он стоит 4 тысячи рублей до москвы например билет да а накануне вылета выезда он стоит 6 6 500 7 тысяч и так далее то есть динамическое ценообразование никто не отменял поэтому все нужно делать заранее спасибо большое денис что ульяновск предлагает жителям других регионов какие достопримечательности места отдыха и вообще где купить сувениры потому что я вот живу уже много лет здесь и сама даже не знаю куда идти за сувенирами у нас сувенирные лавки на самом деле есть и их достаточно много есть и на улице гончарова в районе дома печати там сувенирный магазин не вы к вам оле и в цуме и сейчас вот буквально на прошлой неделе открылся еще один магазин сувениров я влюбляю в ульяновск на улице ленина так называется да этот магазинчик то есть советую всем из прийти туда купить сувенир то есть работает с утра до вечера там рабочий график есть то есть на улице ленина вот такой магазинчик открылась то есть это все в принципе есть что касается того что мы можем предложить мы в принципе уже здесь вот много говорим и про музей много говорили про горнолыжные курорты да вот коротко два-три пункта как раз нас две минутки я считаю что мы очень сильны на своими рекреационными ресурсами и возможностями помимо музеев и еще мне оздоровительный туризм вот наши санатории вообще входит в топ 18 уникальных санаториев российской федерации это фактически такая же мчужина наша действительно говорили много про минеральные воды там и методики определенной лечения то есть вы сами прекрасно понимаете санатория в одном лечит одно в другом другое у нас это снаторий у нас это снаторий ленина снаторий дубки они все построены по сути дела вокруг скважины скважин которые добывается очень такая минерализированная вода которая лечит и пищеварительную систему пор двигательную систему и вообще славится и некоторые даже говорят что по составом своему вода которая добывается в лондрах схожа с водой которая добывается в карловых уарах или в трюсковце что еще из достопримечательностей предлагаем ну лично мне да очень нравится скриппинский кучур в теренгульском районе действительно интересное уникальное место это тема для пеших прогулок большие огромные камни в сосновом лесу действительно поражает воображение когда ты туда приходишь и по этой экологической терапии прогуливаешься значит акшуацкий датар парк очень красивые места екатерининская аллея значит димитровграде тоже есть там ряд объектов и краеведческие музеи там кванториум да и так далее так далее то есть вот их на самом деле таких локаций вот знаете вот когда начинаем говорить можно вот бесконечно перечислять в общем заходите на сайт визита то есть взять то направление в сторону сурского района пожалуйста арска и храмы комплекс значит прислониха родина аркадия пластов место вообще уникальнейший особенно даже те кто никогда не занимался живописью приезжает туда они прекрасно понимают вот здесь аркадий пластов написал свою самую известную картину фашист пролетел она сейчас экспонируется в третяковской галереи а можно увидеть вот эти пейзажи которые видел лично аркадий пластов с которых писал картину никольская гора значит корсунская засечная черта да и много много других вот таких территорий елов озер но она правда что предложить до жителям других регионов спасибо большое я думаю нашим зрителям будет очень интересно посмотреть этот эфир и теперь вы точно знаете где и как отдохнуть этой зимой а мы увидимся с вами скоро на передаче мелочах жизни пока пока